Это была тяжелая игра для нас. Сочи рано забило гол, постарались играть свою игру, но в начале нам не совсем это удавалось. Погода была очень жаркая сегодня на поле, потом у нас на нашем игроке свалили, был дан пенальти, и я очень рад, что мне удалось забить пенальти. На второй тай мы вышли намного более сконцентрированными, нам удалось сравнять счет, счет был 2-2. К концу матча мы еще больше взвинтили обороты, больше доминировали. И вы помните вот этот момент, гигантский момент, так сказать, на последней минуте, которым, если бы мы воспользовались, мы могли бы выиграть эту игру. С дебютом поздравляем. Первый вопрос, какие эмоции у тебя были перед выходом на поле, во время матча, что чувствовал, вот все, что было в голове? Я узнал за день до матча, что я выйду в старте, мне это сказал тренер. Он мне дал хорошие, напутствующие слова, которые были мне определенно нужны. Он сказал то, что нужно, и я подбодрил меня. Я, в принципе, был готов. Мне уже все-таки 20 лет, через два месяца, если смотреть на Европу, люди в этом возрасте уже играют. Ну, я не хочу считаться, что я там хуже кого-то. Ну, конечно, переживал, ну, за день до матча были переживания. Я, когда летели в самолете, много думал об игре, как буду играть, представлял моменты в игре. Ну, надеюсь, хотел еще сказать спасибо, конечно, тренерскому штабу за доверие. Я надеюсь, что я оправдал эти доверия. Мы не бросались, больше ждали соперника, больше ждали их действий. При малейшей возможности играть сразу вперед, на меня, на Кухту, либо на Керка. Игроки не колебались и сразу играли вперед. У нас пошла более прямая, более вертикальная игра во втором тайме. На каждую игру мои цели не меняются. Мои цели на игру остаются неизменными. Моя цель – это помочь моей команде выиграть. Забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, неважно. В основном, у меня такая статистика, что мне удается забить один гол в игру. Сегодня мне удалось превзойти забить два гола. Десять на десять начали играть. Как ты думаешь, кому больше в плюс, кому больше в минус было? Я думаю, никому не было в плюс, потому что всем стало больше бегать, больше открываться. Тяжелее мяч отбирать, идти в прессинг. В принципе, и по игре было видно, кто владел мячом, тот создавал моменты. Но никому не стало легче. Такое бывает. Ты наверняка слышишь, болельщики после твоих удачных действий скандируют «Изи-дор». Конечно, во время игры я это слышу. Мне это очень приятно. Не могу даже выразить, как мне это приятно. Поэтому сейчас воспользоваться случаем хочу сказать большое спасибо болельщикам за поддержку. Иногда мне хочется поднять большой палец вверх, либо похлопать их, поблагодарить. Но я прямо в самой гуще событий в игре, поэтому я этого не могу сделать в игре. И я еще раз могу сказать, что от всей души я говорю огромное спасибо. И тот рекорд, который вы сказали клубной, который мне удавалось установить, это в первую очередь посвящаю нашим болельщикам, болельщикам «Локомотива». Для меня это как и дебют, и как дебют с болельщиками. Потому что в академии, в дубле, в казанке они, конечно, ходят. И им большое спасибо, но это не в таком количестве, как здесь. Конечно, слышал, это нам очень важно. Особенно, когда мы остались десятерым, они подбадривали нас, гнали нас вперед. Это давало нам больше сил, чтобы бежать вперед. Спасибо. Спасибо.